Сегодня у Беларуси наличивается коля тысячи старожитных городов. Не эти 30 язык находятся в Калинкенском районе. Подчас экскурсии супрацовники Державного крызновчего музея обовязково покажут каменные сякеры и ножи того же периода. Глядя, че на минулые 100 годы, яны доречи и зараз в супрацовном стане лёгко режут паперу и дравнину. У всех этой речи урозные джасы знайдены подчас раскопок на мясовых городов. От относительно невеликих, по мерам приклада 100 на 70 метров, до соправных старожитных городов. Самым крупным городищем на территории нашего района является городище на территории современного населённого пункта Юровичи. Это городище было городского типа. Оно датируется эпохой Средневековья и является самым ранним на территории Беларуси. Называть докладное место находжения у всех городища у супрацовники Калинкенского державного крызновчего музея не спешаются. Перш за всё, как не притягнуть до их увагу так званых чёрных копальников. Могчима ничего саправды каштовного, они не знайдуть, але историчное место пошкодить. Так званное болотное городище было засновано неде 3000 годов тому. По одной из версий, наши вельми далёкие протки проводили тут свои язычнические обрады. Так что вельми верогодно, что неде у земли. И до этого часа заховываются и суканы, и арылы, и даже бога. Непосредственно Калинкенское городище практически полностью снищили у 70-х годов минулого 100 годов. Причём не чёрные копальники, а тагачастная улада. Почас будавництва дороги с городища вывезли десятки тонн пяску. Рештки, которые застались и зараз, уже не вельми нагадывают, что тут неколи жили люди. Перш из них пришли сюда прикладно 3000 годов тому. Потом тут изменилась неколь культура. Правда, как называли себе далёкие протки сучастных калинкеновичан, мы, напевно, не доведаемся. Николи. Геродот называл этих людей «невры», что в переводе означает «оборотни». Быть может, поэтому в наших сказках и легендах белорусов, и в Полесе в частности, сохранилось столько сказок и историй про Волкалака, перевертывания. Учёные лечат, что название Калинковича утворилось от церковно-славянского каль. Место серот болот. У старожительного института сопроводил было не какие-то реки болот. Одна за речек заховалась до нашего часа, хоть и в инку миллиардации. Теперь она больше нагадывает канал. Первая початковая назва «Кавня» означает «Чаровная». Кажут, что у Жнивни и Вересни, недеуметры над водой, можно увидеть вельми пригожий туман. Полное уражение, нечего сопроводы, нельзя много. Олег Синчаров, Евгений Макеенко, телерадиокомпания «Гомель», Калинковский район.